В завершении выпуска о новостях спорта. Республиканский турнир по фехтованию памяти героев обороны Брестской крепости стартовал сегодня в областном центре. Посоревноваться за звание лучшего мушкетера Беларуси приехали свыше 250 сильнейших спортсменов в разных возрастных группах. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Турнир по фехтованию памяти героев обороны Брестской крепости в городе Надбугом проводится уже более 30 лет. И всегда пользуется популярностью среди любителей этого вида спорта. В нынешних соревнованиях спортсмены выступают в поединках с тремя видами оружия. Это шпага, рапира и сабля. Турнир зачетный. Участники могут получить спортивный разряд или выполнить норматив более высокой категории. Кроме этого идет отбор кандидатов в состав сборной команды Беларуси. Вставание, будем так говорить, не на слуху, как другие виды спорта. Они такие популярные, как определил Мольер. Это искусство наносить удары, не пропуская их. Поэтому втягиваются очень сильно, потому что обмануть противника, обыграть. Ну и вид спорта развивает очень много качеств. Таких, но самое главное, товарищи всегда лицом друг к другу. То есть это и в жизни не поворачивается спиной, а именно лицом учит спорт встречать все неприятности, трудности и бороться с ними. Путь в спорт у каждого свой. Кто-то пришел в фехтование сам ради интереса, а кого-то приводят родители. Но в большинстве случаев дети остаются в этом виде спорта надолго. Первоначально я просто занимался ОФП, а потом, получается, ходил на одни соревнования. И мне показалось очень интересным и довольно-таки красивым само фехтование. И тогда я начал заниматься уже более профессиональным. Очень сильно развивает выносливость ноги. И также нужно, чтобы было накачано предплечье, чтобы удержать само оружие. И координацию также очень сильно развивает. Среди современных мушкетеров много девочек. Считается, что этот вид спорта, кроме выносливости, развивает и грацию. Фехтование – это вид единоборств. Потому что ты должен сам постоять за себя на дорожке, суметь защититься и надобности ответить. Я кандидат мастера спорта. Сейчас у нас проходит соревнование по героям защиты в Брестской крепости. Но пока что все идет неплохо. Как и во многих видах спорта, тут есть свои секреты и особенности. К примеру, оружие для левшей. Тут вот в данном случае ручка-пистолет. Она сделана как пистолет. Можете посмотреть. Она сделана как пистолет. То есть, если левша, то вот эта часть, она идет между большим и указательным пальцем. Если правша, то она находится справа. Оружие для защиты чести и достоинства известно еще с 15 века. В 21 веке это вид спорта, который включет в программу Олимпийских игр. Турнир по фехтованию памяти героев обороны Брестской крепости открытый. Через два дня в гости приедут фехтовальщики из России. Они также будут выступать во всех видах соревнований. Продлится турнир по 30 ноября. Юрий Печер, Владимир Казаков, телерадиокомпания Брест.